Добрый день! В эфире телеканала Кустаная, программа «Диалог». Меня зовут Любовь Оплачкина. В этой студии мы обсуждаем самые актуальные вопросы повседневной жизни. Мы не просто говорим, мы стараемся, чтобы этот диалог и мнение экспертов помогали принимать важные решения. Завершился учебный год. Самое время подвести его итоги. Каким был этот сезон, какими успехами он ознаменовался. Для выпускников сейчас ответственная пора. Это поступление в колледжи и вузы. Все эти вопросы сегодня обсудим с нашими экспертами. У нас сегодня в студии Светлана Морозенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кустанайского педагогического колледжа. Анна Лазовева, пресс-секретарь управления образования Кустанайской области. И Ербол Исакаев, проректор по академическим вопросам КРУ имени Ахмета Байтовшсынова. Вот такая у нас сегодня компания в нашей студии. Ну и, наверное, начнем все-таки с главного вопроса, который я уже сказала. Все-таки, каким был этот учебный год? Возможно, непростым, потому что было немало реформ в школах, в вузах, в колледжах и так далее. Были успехи, были какие-то проблемы. Вот давайте подведем вот такой краткий небольшой итог. Наверное, начнем со школы, я думаю. Потому что сначала школы, а потом уже высшие. Ну, если мы берем уровни образования, то да, школы, колледжи, высшее образование. И потом возможность стать специалистом и работать на благо своей страны. Буквально на днях прошло вручение аттестатов. 4 тысячи наших выпускников, которые сдали итоговую аттестацию, получили путевку в жизнь. Теперь делают первые шаги. Для них действительно это горячее время. Время выбора профессии, время первых серьезных шагов по дороге жизни. 120 наших ребят получили знаки Аутенбелге, 250 – это аттестаты с отличием о среднем образовании. И мы надеемся, что у каждого из них получится достичь тех целей, которые ставили они для себя, и тех надежд, тех мечтаний, которые были. Учебный год действительно был не самым простым. Мы все знаем, что впервые он длился 36 недель. По следующему году вопрос еще будет решаться, поэтому сейчас мы эту тему подробно затрагивать не будем. Но, как и каждый год, в нем были и взлеты, и падения, были определенные реформы. Очень рады мы, что у нас очень многое делается для создания условий. Строятся школы, строятся определенные здания, где дети так или иначе смогут проявить свои способности. Вот уже 1 сентября прошлого года должна была распахнуть свои двери школа в Корабылыке. Мы знаем, что из-за пожаров в Оликольском районе чуть-чуть мы отложили тогда это открытие, но оно все равно прошло в сентябре. Радостные ребята, получившие в свое ведение абсолютно новую школу с прекрасными кабинетами, с замечательным оборудованием, целым классом домбры для этой школы. Это очень важно, потому что у них прекрасный оркестр. Они, конечно, были очень счастливы. Сейчас в процессе стройки у нас 4 школы. Это школы в активно застраивающемся микроорайоне Береке, школа в Кунае, и 2 школы в сельской местности. Это у нас школа в селе Гурьяновка и школа в селе Инбек. Эти школы на 100 мест, но для своих сел они не менее важны, чем городские школы. А если же мы берем перспективу, то на 3 ближайших года у нас будет построено сразу 14 новых школ на 12 тысяч мест. 9 из них по проекту «Комфортная школа». Он у нас разбит на 2023, 2024 и 2025 год. То есть до 2025 года именно по проекту «Комфортная школа» будет создано 9 школ. Это города Кустанай, Аркалык, Рудный, Кустанайский, Ауликольский и Житикаринский районы. Хотелось бы сразу сказать, что проект «Комфортная школа» он первый такой. Он первый по тому вниманию, которое уделяется школьному проекту. По тому, насколько продуманы там зоны отдыха, благоустройство классов, отдельные спортзалы для среднего звена, для старшего звена. Таких школ у нас еще никогда не было. Будем надеяться, что эти проекты, вот как они задуманы прекрасными, с таким оборудованием, с таким вниманием и любовью к детям, что они также будут реализованы. И эти школы, они будут не для каких-то особенных детей, они будут для всех обычных школ. Это будет просто школа, куда может поступить каждый, либо пути территориальной принадлежности, либо, как у нас при поступлении в школу, три к одному. То есть три идут с участка, и один ученик, четвертый, может поступить вообще из любого края. По желанию, да? По желанию. Скажите, вот такое количество школ строится. У нас есть какая-то нехватка мест в городе или где-то в районах? Или это все-таки делается, чтобы было лучше, был уровень образования лучше? Сказать, чтобы у нас был вот прям дефицит мест, мы не можем. Это предупреждение дефицита. У нас есть определенный процесс организации, это не секрет, что у нас из сел все больше приезжают в город. В городе активно застраиваются микрорайоны. И именно в них, конечно, нужно своевременно строить школы. Вот почему так ждут школы в микрорайоне Береке? Потому что это позволит разгрузить школу в микрорайоне Юбилейный. Школа имени Абая, которая сейчас максимально популярна, потому что она там сейчас одна. Как только будет построена школа Береке, многие родители решат, что в шаговой доступности им школа удобнее. И удобнее, да? И перейдут. И мы, конечно, хотели бы максимально, наверное, каждый город, каждый район обеспечить школами. Но это не везде требуется. Больше всего, конечно, в областном центре и в городах. Кстати, в городе Рудном будет построена еще одна школа, не вне комфортной. Это по меморандуму ЕРЖ. Тоже, кстати, очень прекрасная по проекту на 1200 человек. Вообще, очень многие сейчас, особенно журналисты, ждут, когда же начнется строительство комфортных школ, как они будут выглядеть, что это будут за школы. Очень любопытно на самом деле. Надеюсь, скоро мы это увидим. Да, очень любопытно. Так, ну а если мы перейдем все-таки к учебным заведениям уже колледжей и вузы, как у вас прошел год, какими успехами можете похвастаться вы? Должна сказать, что колледжи реализуют образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования. И наши обучающиеся в этом году, ну я бы сказала, сделали такой прорыв в своем развитии и по направлению WorldSkills, и по направлению каких-то таких объединительных проектов. Это и наша студенческая весна, которая состоялась в этом учебном году. Это и проект Student Vision, инициатором которого стал педагогический колледж. И мы вместе с восьмью колледжами решили показать самую творческую, самую инициативную молодежь. Ну и, конечно, этот год был отмечен тем, что колледжи вели профориентационную работу для того, чтобы пришли профессионально ориентированные студенты и получили профессии слесаря, педагога, бухгалтера. И это, наверное, самое важное для наших родителей, заказчиков образования. Вот это то главное, чем отмечен этот год для колледжей. Если можно, я бы хотела дополнить, что у нас 34 колледжа в области, из них два медицинских. И если мы берем от общего количества, 25 государственных колледжей. И в наших колледжах обучается довольно большое количество учащихся бесплатно. Не забываем, что президент поставил задачу к 2025 году сделать техническое и профессиональное обучение бесплатным по рабочим специальностям. И мы к этому стремимся, мы к этому уверенно идем. И сейчас развито такое направление, как дуальное обучение. Вот из 34 колледжей дуальное обучение у нас присутствует в 31. То есть это очень большой охват. И даже вот если мы берем сейчас, то это уже около 4000 студентов, которые обучаются именно по программам дуального обучения. Что это дает? Что вообще такое дуалка, как мы говорим, что такое дуальное обучение? У каждого колледжа есть социальные партнеры, есть подписанные меморандумы. С самыми важными, с самыми крупными и с небольшими также предприятиями нашей области. Вот практически на любое известное предприятие вы поставьте, вот любое назовите, оно будет социальным партнером какого-либо колледжа. То есть Агротехмаш, Сараарка Автопром, ССГПО, Баянсулу, строительные наши фирмы, БКстрой. Второй, абсолютно любой наш гигант промышленный, он с каким-то колледжем работает. Это адаптированные программы, позволяющие работодателю четко понять, что к нему придет выпускник, который заранее готов сразу к работе на производстве. Он будет знать, что делать. Он будет знать, он не будет переобучаться, он уже пройдет практику, причем оплачиваемую на этом предприятии. Он будет знать, что он придет на это место и он будет там работать. Талантливых студентов заметят сразу. WorldSkills – система, которая позволяет практически сразу проявить себя. А сейчас уже второй год есть такая замечательная вещь, как целевой госзаказ при поступлении. То есть в этом году 720 ребят при поступлении в колледже. Всего у нас будет 6614 мест. Это почти на 500 мест больше, чем в прошлом году. То есть у нас за последние годы почти по полтысячи мест добавляется каждый год. И 720 из них придут сразу по госзаказу предприятия. Что это значит? Вот у нас, возьмем, к примеру, колледж автомобильного транспорта. В приемной комиссии, которые, кстати, уже начали работу с 20-го числа, находятся люди от предприятий. От Сырой Арки, Автопром, от Агромаш. И они, беседуя с выпускниками, уточняют, хочет ли в будущем вот этот выпускник поступить к ним на работу. И когда он поступает, он уже заранее знает, что через три года он придет на этот выпускник. То есть у него уже есть место работы. Да, совершенно верно. У него уже есть место работы. Ну, это, наверное, самое главное. Для этого и проходим обучение. Это самое главное. Я хочу сказать, что уже первые результаты мы увидели на государственных экзаменах. Те студенты, которые проходили дуальное обучение, они показали результат значительно выше, потому что у них была практика. Они, находясь у своих социальных партнеров, смогли реализовать себя не только в теории, но и на практике. И вот, как уже сказано было предыдущим спиктером, трудоустройство – это главный показатель работы колледжа. Если студенты трудоустраиваются по профессии, это значит, правильную работу провели родители, правильную работу провели педагоги и правильно сделал свой выбор выпускник. И еще вот такой момент. Значит, не только трудоустроиться, но и показать свои социальные достижения. В этом году студенты колледжей работают над созданием карты социальных достижений. Что туда будет входить? Туда входят все призовые места, все дипломные работы, все, так сказать, успехи студента. И вот заканчивая колледж, то есть это будет внедряться со следующего учебного года, но вот сейчас мы уже провели вот такую работу со своими студентами. Вот с этой картой социальных достижений он придет на производство, и работодатель будет видеть, какой у него диплом и как он был социально активен. То есть мы говорим о том, что воспитывать надо граждан нашего государства, те, которые завтра будут возглавлять организации, те, которые завтра пойдут на выборы, те, которые завтра будут продвигать наш Казахстан на мировой арене. Да, замечательно. Ервел Маратович, вам слово. Как у вас прошел учебный год? Какими успехами у нас заменовался? Какие итоги сможете подвести? Добрый день. Ну, наверное, для университета, в первую очередь, это важное качество предоставляемых образовательных услуг. И в этом году нам есть чем гордиться. Мы все понимаем, знаем, что все мы находимся в такой конкурентной среде, где действуют свои особые правила, рейтинги, по которым сейчас, допустим, школьники, выпускники колледжей могут выбирать. Для примера, скажу, что у нас в регионе, в принципе, достаточно такая серьезная конкурентная борьба. В регионе 6 высших учебных заведений, 4 тысячи школьников, и надо как-то с этим что-то делать. Поэтому, соответственно, в первую очередь, мы сейчас все понимаем, что и мой президент об этом неоднократно говорил, что нужно уходить от университетов, которые печатают дипломы, отходить от университетов, в стенах которых студентов нет. Поэтому для нас очень важно качество. И вот по результатам рейтинга Национального палаты предпринимателей Атамикен, наш вуз, университет, по результатам данного рейтинга за 22-й год, среди многопрофильных вузов Республики Казахстан, является ведущим университетом Республики. По Казахстану? По Казахстану. Это очень почетно. Во-первых, что нужно понимать? Какие основные составляющие или критерии данного рейтинга? В первую очередь, это качество образовательных программ. То есть нужно понимать, что эти программы составляются университетом не самостоятельно, а с привлечением всех заинтересованных лиц. В первую очередь, конечно, это работодатели, крупные предприятия, стейхолдеры, с кем мы работаем, кто является конечным потребителем. Второй очень важный вопрос, как вы уже отмечали, это трудоустройство выпускников. По этому показателю, по итогам 2022 года, процент трудоустройства наших выпускников составляет порядка 88%. Это на порядок выше, чем средний республиканский процент. Показатель, да? Показатель, да. И третий очень важный показатель – средняя заработная плата наших выпускников. То есть… А, то есть такой анализ тоже проводите, да? Да, Национальная палата предпринимателей, то есть это независимые эксперты, путем запросов, анкетирований, получения данных, допустим, с ГЦВП, по отчислениям анализируют все эти цифры, и, соответственно, этот рейтинг, я так думаю, является достаточно репрезентативным, то есть показательным. И нужно понимать, что сейчас вот высшие учебные заведения с 2020 года выдают уже дипломы собственного образца. То есть когда вы заканчиваете вуз, вы идете на работу, и если это работодателю нужен квалифицированный работник, он обязательно посмотрит, какого вуз вы закончили. То есть, и, соответственно, в регионе, в принципе, достаточно понятно, то есть, ну, допустим, он может выбирать, то есть вот стоит перед ним несколько выпускников вузов, и он, соответственно, будет вести отбор. Это вот первое достижение, которое мы считаем, то есть это не только наша заслуга, это заслуга, наверное, всей области, всех наших партнеров, тех, кто помогает нам выстраивать качественную систему высшего образования. Второе хорошее достижение – это расширение возможности получения высшего образования, то есть это увеличение вообще целого образовательных программ. Сегодня, как я уже говорил, наш университет является крупнейшим многопрофильным вузом не только региона, но и северного Казахстана. Поэтому сегодня у нас обучаются порядка 7 тысяч студентов. У нас представлена вся география регионов Казахстана и порядка 7 представителей зарубежных, то есть и Грузия, и Германия, Армения, Азербайджан. То есть у нас, по-моему, в Синдии, по-моему, студенты есть. То есть дети приезжают, интересуются. Буквально вчера документы поступили, пишет человек с Ливии, парень, хочу поступить и учиться у вас. Ну, изучает русский язык, мы предлагаем, да, есть программа, пожалуйста. И вот в рамках этого проекта за последний год было открыто 7 дипломных образовательных программ. То есть, по большому счету, сейчас нет необходимости, допустим, выезжать ребенку за рубеж, чтобы получить зарубежное образование. В этом году, вот буквально сейчас, мы объявили прием на дипломную программу учета, аудит и экология. Это дипломная программа с Европейским вузом, Литовский университет Витаутаса Великого. По принципу 3 плюс 1. Университет оплачивает его обучение. 3 года он обучается в стенах университета, 1 год обучается в Европе, после этого получает 2 диплома. Я думаю, что это... То есть, он учится 1 раз, получает 2 диплома, правильно я понимаю? Да. Ну и, соответственно, когда примерно, говорю, тот же бухгалтер придет на предприятие и скажет, вот смотрите, у меня 2 диплома, причем 1 диплом европейский, этот вуз ходит QS 400 лучших университетов мира, я думаю, что здесь... До чего техника дошла, хочется сказать. И таких программ у нас на сегодня 7 программ. Вот поэтому мы, когда даже выезжаем, и это вот мы, я считаю, тоже достаточно хороший такой проект. В этом году мы провели, ну, в связке с управлением образования, в связке с районными отделами образования, очень хорошую профрентационную работу. То есть мы выезжали в регионы, встречались с детьми, причем перестроили таким образом, что мы отказались от профессуры, чтобы туда возить, а возили туда детей, кто учился в этих районах, в этих школах, когда они видят, что, ну, чего они достигли, какие достижения есть, как они учатся, как это все интересно, то есть восприятие совершенно другое. И вот мы параллельно этому проводили опросы, анкетирование детей, вот уже было сказано, что порядка 4 тысяч ребят закончила школу. Мы провели, если я не ошибусь, где-то порядка опроса 1300 или 1400 детей, 50% из них изъявили желание учиться на наших образовательных программах. То есть это, в принципе, дает определенные плоды, потому что там нужна аналитика. Мы анализируем, допустим, то, что дети выезжают за регион, куда они хотят, на какие программы. Сегодня тоже буквально, проект связанный, много говорится о практике, да? Сегодня буквально в 8 утра наши ребята вылетели в Польшу на 5 месяцев на производственную практику. Порядка 100 человек. То есть они там находятся, компания создает все условия, они получают зарплату 1500 долларов в месяц. По окончанию им читает лекция профессора, они работают на передовомых инновационных предприятиях сельскохозяйственной. Там выехали и айтишники, агрономы, стандартизация, биологи. Почему? Потому что, когда они приедут, они приедут уже, так скажем, в кавычках прокаченные, да? То есть с новыми. Но они будут, по сути, почти готовы к специалисту. Да, им выдается сертификат. И опять, когда они идут на работу, они показывают, что вот, смотрите, где мы работали. Что я не просто прошел там курс лекции, что я все-таки еще пришел в такую практику. И очень хороший проект, как раз вот коллеги с колледжа, если я считаю, что это тоже достаточно такой в этом году прорывной проект. Мы большое количество программ своих, очень хорошо поработали с системой ИТПО, сократили сроки обучения с 3 лет до 2 лет. То есть мы создали интегрированные образовательные программы. То есть это студенты, допустим, педагогического колледжа, например, там иностранные языки, и когда приходят к нам, мы принимаем его не на 3 года, а на 2 года. Соответственно, затрат меньше. Область получает специалист на год раньше, и ребенок, соответственно, трудоустраивается. Ну, я думаю, что для детей это очень хорошая возможность. Поэтому мы, конечно же, в расчет берем того, что порядка 4 тысяч студентов заканчивают колледжи. И по ряду программ, то есть основная масса программ после ИТПО, у нас они теперь уже 2-летние. То есть мы стараемся максимально создать все условия. То есть, по сути, это с колледжа пришел, 2 года отучился и получил еще и выше. Видите, у нас достаточно много такой преемственности, получается, создания условий и в школах, и в колледжах, и в системе высшего образования. И такая вот система постепенно дает свои плоды. У нас в этом году очень хорошие результаты, если мы затрагиваем научные состязания. Это прежде всего 16 медалей международных научных состязаний. Сразу хотелось бы отметить, что у нас есть непревзойденная в этом году школа, это лицей Белима-инновация для одаренных детей. Он прозвучал везде, где только можно в этом году. Потому что практически вся основная часть международников ребят и много медалей республиканского значения, это именно оттуда. Хотелось бы, вот я безумно люблю говорить о лицее Белима-инновация, потому что это увлеченные педагоги, и это дети, которые не просто талантливые, а которые ежедневным трудом свой талант развивают. И мне хотелось бы все-таки отметить нашу гордость. Жанна Даутова, мальчика, который сейчас только закончил 10 классов, у него впереди еще довольно много, еще целый год впереди. А у него только в этом учебном году пять медалей международных олимпиад. Два золота, два серебра и бронза. Причем это азиатская, тихоокеанская математическая олимпиада, это балканская олимпиада, иранская олимпиада. И это прекрасный, скромный, талантливый ребенок, который ежедневно работает над собой, и которому, дай бог, счастья и удачи здесь. Ну, а, кстати, лицей Белима-инновация очень хорошо работает профориентационно со странами зарубежья. И вот в этом году, например, семь ребят получили международные гранты. Пять – это гранты гонконгских университетов, есть гранты Кореи и США. Но здесь есть небольшое такое для понимания родителей на будущее, что гранты гонконгских университетов, например, оплачивают полностью образование, но не оплачивают проживание и проезд. Поэтому здесь, конечно, нужно и для семьи понимание, смогут ли они обеспечить проживание ученику, несмотря на то, что образование практически в лучших университетах будет бесплатным. Корея и США гранты в этом году дают полный абсолютно… Все оплачивается. Все оплачивается. И проживание, и переезд, и образование. Мы сейчас говорим, что все хорошо, мы работаем на профориентации, но приезжая иногда на какой-либо завод, они все равно говорят о том, что у нас не хватает кадров. Но они говорят об этом, и не будем скрывать, что работа идет огромная, но не все студенты после окончания идут и работают по своей профессии. Вы сказали, у вас 88% трудоустройства, но все-таки вот эти 12% они где-то остаются. Как-то сразу видно студента, который не будет работать по своей профессии, который пришел, ну, как говорится, просто получить диплом? Или что-то происходит уже во время учебы? Почему? Проводилась ли какая-то вот такая аналитическая работа в этом направлении? Почему не все работают по специальности? Ну, смотрите, в любом случае, как бы рынок труда уже открытый. То есть многие ребята, допустим, когда мы говорим о трудоустройстве, если, допустим, это студенты-гранники, у них есть условия обязательно отработки. Да. То есть здесь это четко все отслеживается, поэтому они, поступив осознанно на эти специальности, государство затратило на них деньги, они обязаны пойти отработать. Это первое. Второе, то есть когда мы говорим о том, что, допустим, какой-то процент, допустим, не трудоустройства, это не совсем верно. Почему? Потому что часть студентов обучается на платном. И в дальнейшем, по окончании, они свою траекторию выстраивают по-другому. То есть они могут сами заниматься, создавать индивидуальные, быть индивидуальными предпринимателями. Заниматься какими-то своими. То есть, ну, сейчас время такое, что, наверное, ты можешь быть хорошим электроэнергетиком, но у тебя очень хорошая способность в IT. Ну, в принципе, на электроэнергетике я заработаю столько, а в IT я заработаю столько. Поэтому здесь рынок достаточно открытый, поэтому здесь в этом отношении не нужно этого бояться. То есть в любом случае 100% за этим никто не гонится. Но, конечно же, в первую очередь, конечно, в нашем случае это обеспечить регион квалифицированными кадрами. Касательно грантов, допустим, в этом году в целом в системе высшего образования выделено порядка 88 тысяч грантов. В прошлом году их было 73, то есть на 15 тысяч грантов уже больше. Теперь, соответственно, в этом году упускается порядка 162 тысяч выпускников школ, если я не ошибаюсь. То практически каждый второй имеет возможность получить грант. Получить грант, да? Кроме того, ну, понятно, что без технологического развития страны невозможно движение вперед. Соответственно, ориентация на подготовку технических кадров, она в приоритете. И вот среди вот этих вот 88 тысяч грантов 60% они направлены как раз-таки на технические специальности. Для нашего региона тоже это актуально, потому что наш регион это аграрно-индустриально. То есть большое количество предприятий, заводов. Я думаю, что это очень хорошая возможность. Ну и вот мы когда говорим о возможности, да, то многие ребята, то есть они мечтают поступить на ту или иную специальность. Вот, допустим, человек хочет поступить, допустим, на учителя, допустим, иностранного языка. И не набрал баллы. 75 положено. Вот у нас получается градация такая, что на ПЕЦ направление 75 баллов, на, допустим, и распределение 75 баллов, на все остальные 50. Мы всегда говорим, не нужно отчаиваться. То есть есть законные положения, по которому ребенок, не набравший пороговый балл, он все равно может зачислиться. И на следующий год он будет иметь еще 4 попытки для того, чтобы набрать этот балл и приобрести статус полноправного студента. Вопрос касательно, допустим, тех ребят, которые мечтают быть педагогами. Ну, не сдал различную причину. Ну, психологически бывают причины, он там разволновался, но хотел быть всю жизнь учителем. Вот мы в этом году запустили очень хороший проект. Студенты, допустим, таких специальностей, как иностранная феология, вы, допустим, да, журналист, историки, те, кто не имеет педагогического образования. В этом году мы запустили курсы неформального образования с блоком педагогической переподготовки. То есть на момент окончания они имеют эту переподготовку, весь блок необходимых вещей они приобретают. По окончанию получают диплом, пишут заявление о желании пройти курсы переподготовки. И в соответствии с правилами признания результатов предыдущего обучения, мы признаем эти результаты и выдаем сертификат о прохождении педагогической переподготовки. Это ускорено, тем более, ну, мы юридическую сторону все изучили, оно не противоречит. Это не педагогическая переподготовка, но это неформальное обучение через педагогическую переподготовку. И, по сути, человек, который заканчивает, допустим, не педагогическую специальность, иностранная феология, через месяц он получает сертификат о педагогической переподготовке и может идти работать в школу педагогом. И вот в этом году мы порядка 22 ребят проект запустили, они сейчас будут получать диплом и получат уже данный сертификат. Я думаю, что это очень хорошо. Это очень важно. Вот вы сами как считаете, какие профессии у нас востребованы? Ну, я думаю, что элементарные технические профессии, которые нужны на заводах. Там какие-то инженеры, электрики и так далее, и так далее. Ну, можно сказать, что сейчас практически нехватка во всех отраслях. Но если мы говорим, допустим, о нашем регионе, это, в первую очередь, аграрные, то есть сельскохозяйственные кадры, это машиностроители. Есть потребность в педагогах. Почему? Потому что в любом случае сейчас будут строить школы, их нужно обеспечить учителями. Вот замечательно. Я практически про это же хотела сказать. У нас всегда востребованы образование и медицина. Медицина, да. Ну, я, естественно, больше вопрос среднего, ну, вот такого технического профессионального образования. То есть выпускники медицинского колледжа, фельдшеры, медсестры, они пользуются очень большим спросом. Образование. У нас воспитатели, преподаватели физкультуры. Все это, и потом уже в высшем образовании преподаватели всех практически дисциплин, они востребованы. Школы строятся. Вот, смотрите, 12 тысяч учеников получат новые места, а кто их будет учить? На комфортные школы, кто придет работать? И нам нужны эти кадры, и кадры квалифицированы. Недаром сейчас на педагогические специальности подняли балл. Правильно было сказано, что сельхозспециальности. И вот сейчас у нас очень сильно развивается машиностроение. За последние годы все наши заводы, МТЗ, Камлит, вот все, что развивается, КИА. Недаром у нас уже третий, по-моему, год в колледже автомобильного транспорта открыты 5 новых специальностей. Специально для этих заводов. Вот они строятся, и к моменту, когда они будут построены, наши ребята получат эти профессии. Ну, хорошо, что образование идет как-то в ногу с развитием. Мы стараемся даже опережать индустрию. Скажите, ну вот буквально 5-6 лет назад мы постоянно на всех программах говорили, ну вот эти вот специальности, все хотят быть юристами, менеджерами и так далее. Сейчас отходит это все уже? Не такое популярное, как было раньше? Или по-прежнему? Нет, потребность определенно сохраняется, причем юридическая специальность, это не обязательно же быть юристом. То есть человек может открыть свою контору, адвокатуру, быть нотариусом, работать в органах правоохранительных. Но хотелось бы тоже отметить проект, который запускаем, и в соответствии с приказом министра науки и высшего образования, наш университет определен как базовый университет по реализации проекта «Мамандагым Балашагым». Наверное, вы все слышали об атласах новых профессий, да? Сколковский проект, проект, который был в том числе опробирован в пилотном режиме в Казахстане. И сейчас задача какая? То есть сейчас этот проект будет реализован в этом году, в следующем году. По результату мы должны получить оригинальную карту атласа новых профессий. То есть, во-первых, вот как раз-таки мы говорим о новых специальностях. Это приведет к тому, что позволит создать новые образовательные программы в системе типового и высшего образования, сократить расходы на те профессии, которые исчезают. Ну, допустим, например, возможно, сейчас не нужен простой сварщик, который варит, а нужен сварщик такой аргонный, там еще какой-то сварщик. Более такой уже совершенственный, да? Да, конкретный, да. То есть эти профессии будут отходить, но будут появляться новые профессии. И сейчас вот по нашему региону определено 5 отраслей. Это горнодобывающая промышленность, это машиностроение, это сельское хозяйство, это образование и строительство. То есть концентрация ресурсов, в том числе финансовых, человеческих ресурсов, должна быть сконцентрирована именно на том, чтобы создавать новые профессии, на которые пойдут дети. Это в том числе приведет к сокращению расходов, в том числе, допустим, ну, так, то есть бывает тогда, как вы говорите, да? Государство деньги затратило, а он работу себе не нашел, потому что нет этой профессии, она не нужна. Да. Поэтому сейчас идет, вот мы, коллеги тоже говорят, то есть идет создание новых предприятий, это цифровизация, это автоматизация процессов, в том числе и всех цифровизаций. Ну, это как журналистика, если что, я могу еще быть преподавателем, правильно? В том же, в школе. Ну, это так называемая система присвоения неких микроквалификаций, да, тоже, то есть дополнительные какие-то микроквалификации. Вот в этом году тоже, вот коллеги хорошо подметили, вот мы очень хорошую, у нас получилась очень хорошая, красивая такая модель, консорцию, буквально мы недавно создали консорцию, в которую вошли автодорожный колледж, университет, НИИ машиноведения, это Алмата, Камлит Киезет, Алю Рафта и Агромаш Холдинг. То есть уже сейчас мы видим, что после окончания колледжа ребенок, приходя на рабочее место, поступает к нам на грант. И ребята уже, мы видим, они сдали, ЕНТ, пороговый балл набрали. То есть очень большая вероятность, что они поступят на грант. Они получают зарплату, они получают стипендию, обучаются бесплатно. Мы выстраиваем дуальную систему обучения, практически все время он находится на предприятии. По завершении трех лет он получает высшее образование и имеет уже профессию и работает. И работают. Но вот коллеги, я хочу заметить, что это все вершина, тогда, когда мы уже готового специалиста получаем. А вот как найти, как просеять именно то зерно, которое должно быть посажено в землю и взошло. Вот в колледжах, допустим, есть такая практика, в каждом колледже независимо готовят рабочие специальности, медицинские или педагогические, профессиональные пробы. И когда к нам приезжают учащиеся со школ, мы проводим с ними профориентационную работу, они делают все. Они лепят, они танцуют, они поют, они пробуют себя как педагоги. Для чего? Для того, чтобы они определились. А может быть, они шли в педагогическую специальность, а на самом деле они хорошие айтишники. А может быть, они хорошие учителя физкультуры. Может быть, они не учителя начальных классов, а может, он хороший медицинский работник. И поэтому, кроме тестирования, кроме тех практических навыков, которые мы проводим в колледжах, то есть таким образом мы даем им право выбора. И если родители будут с нами идти в ногу, то я думаю, что вот все те изменения, и меняется атлас профессии, меняется направленность. Да, допустим, если в регион наш более аграрный регион, нам нужны именно такие специалисты, то в будущем мы все правильно, я считаю, и школы, и колледжи, и вузы смотрят на главную приоритетную задачу, что главный стратегический ресурс нашего государства – это люди. И чтобы этих людей воспитать, дать образование, надо начинать вот не тогда, когда он уже в вузе выбрал не ту профессию или в колледже, а вот когда он в пятом, шестом, седьмом классе, и он еще не знает, чем ему заняться. Вот в таком. Для этого, собственно, вводятся единицы профориентаторов в школах. В школах, да. Эта практика только запускается. Хотелось бы, кстати, вот мой любимый, велим инновацией, у них профессия профориентатора сразу, вот с седьмого класса, и определяют таланты, способности ребят, и их развивают целенаправленно. Кем они хотят стать, куда они хотят поступать. Недаром вот эти вузы иностранные – это именно работа профориентатора. И хотелось бы верить, что мы придем к этому и в каждой школе, и в каждом колледже. Не забываем о том, что и родителям важно помнить, что у любого ребенка, у любого ученика есть склонности, есть возможности и есть желание. И когда мы вот этот треугольник делаем, я хочу, я могу, и у меня получится, да, вот по тем возможностям, которые есть, уехать куда-то в другой город или остаться здесь, поступить в колледж или поступить в вуз. Когда мы видим это пересечение, оно же, в принципе, достигается не очень сложно. Даже самостоятельно в семье можно пройти несколько профориентационных тестов и понять, например, что если человек интроверт, и ему не очень хочется общаться с людьми, ему проще сидеть за компьютером, ему не нужно идти в педагоги, потому что он каждый день будет в класс выходить как в клетку ко льву, да, и чувствовать себя неуютно. И каждый должен, родитель, прежде всего, понимать своего ребенка и его склонности. Это несложно, это разговоры, это нужно говорить в семье не так, что ты осуществляешь мою мечту и станешь тем, кем у меня не получилось. А слушать своих детей, зачастую сейчас это сложно, потому что наше молодое поколение иногда само не понимает, к чему они стремятся. Есть ребята очень целеустремленные, буквально вот со среднего звена, вперед-вперед-вперед-вперед, и знают, кто они. А большая часть сейчас может сказать, я попробую, если у меня не получится, я научусь чему-либо другому, я перейду на другую специальность. Для нас это непривычно, нам сложно наверняка многому старшему поколению это понять, но для них открыто много возможностей. И хорошо, что они не боятся оставаться, как многие, наверное, раньше закончили, и пошли на нелюбимую работу, и мучились от 8 до 5. Сейчас поколение этого не боится наше. Они уходят легко, но иногда это обратная сторона, и они не успевают раскрыться. Пройти через первые трудности, ломаются на первых трудностях и уходят. Поэтому здесь нужен, конечно, баланс, и родителям в семье важно рассказывать о том, и что такое выбор профессии, и слушать своих детей, к чему они стремятся, и дать им понимание возможностей, которые есть сейчас, их очень много. Буквально 4 минуты остается до конца эфира. Давайте несколько слов скажем все-таки о приемной комиссии. Я так понимаю, она с 20 июня стартовала. То есть как это все сейчас идет? Нужно ли торопиться родителям вместе с детьми или нет? Давайте я скажу по колледжам, что стартовала 20 июня, и вот прием документов будет осуществляться с 20 июня по 25 августа. Значит, 20 июля заканчивается прием документов на творческие специальности, и с 21 июля по 28 уже будут экзамены творческие. Для педагогов, тех, кто поступает на педагогические специальности, прием документов будет идти до 15 августа. Ну и дальше, значит, как только примутся документы, то с 16 по 18 августа будет идти собеседование по педагогическим специальностям, и дальше будет уже конкурс среди обучающихся, которые поступали на базе 9 классов. Он будет идти с 19 по 22 августа, и на базе 11 классов с 22 по 25 августа. Я хочу успокоить наших уважаемых родителей, что нет такой необходимости вот уже прямо сейчас быть обеспокоенными, что ваши документы не примутся. Ваши документы примет приемная комиссия в каждом колледже. Приемные комиссии работают с 9 до 18.00, обеденный перерыв с часу до 2. Поэтому мы вас ждем. Не волнуйтесь, не переживайте. Прием документов идет онлайн и наручно. Через систему Азамат принимаются ваши документы. Как у вас? У нас, в принципе, схожие принципы, процедуры. Приемная кампания стартовала 20 июня. Мы традиционно находимся по улице Товольца, СИЗЭК-118. Сейчас уже полностью вся команда наша технического персонала работает над приемом. Система автоматизирована. Но мы готовы оказывать консультацию, потому что приносят нам документы не только те, кто к нам поступает, но и в другие университеты. Хотелось бы отметить, что в этом году в регионе закончило порядка 90 ребят, которые не имеют казахстанского гражданства. И вот сейчас мы как раз над этим работаем. Выделено порядка 500 грантов для ребят, иностранных граждан. То есть у них есть реальная возможность. То есть у нас есть ребята с России, кто закончился, с Азербайджана, с Армении. Остаться здесь и продолжить обучение. Поэтому вся необходимая информация у нас в социальных сетях, на нашем сайте. Поэтому прием документов начинается с 20 июня. Прием заявлений на участие в конкурсе государственных грантов с 13 по 20 июля. Поэтому когда они придут нам в комиссии, полностью объяснят, какое количество грантов выделено. Среднепроходные баллы прошлого года. Поэтому я думаю, что всю полную информацию наш технический персонал, который работает в приемной комиссии, полностью даст. Можно все-таки еще раз акцентирую внимание, что не нужно торопиться и идти в первые дни, потому что за все, в тот весь период сроков приема документа вы в одинаковом положении, как те, кто сдадут в первые дни документы, так и те, кто сдадут буквально в последний день срока приема документов. Все одинаково участвуют в конкурсе. Никак это не отразится на гранте? Да, это не школа и не сад, это не гонка на скорость. Можно спокойно подавать в удобное для вас время. И такой момент для родителей, когда ваш ребенок, выпускник, прикреплен к поликлинике, услуга медицинского осмотра в этой поликлинике для него бесплатна. Поэтому ребятам, которые приезжают из сел, лучше получить справку по месту жительства, прикрепленной поликлинике. Спасибо большое, что ответили на наш вопрос. Вопросы, конечно, мы можем еще много говорить. Вопросов много, много интересных программ. Но я думаю, основной мы все-таки озвучили. Ну, в случае чего, проведем еще одну программу и еще раз расскажем. Спасибо большое, удачи вам приемной комиссии. Пусть все пройдет хорошо. Гранты получат действительно достойные ребят. Удачи нашим выпускникам. Да, и вы, соответственно, выпускникам. Спасибо. На этом время нашего эфира подошло к концу. Помните, учиться никогда не поздно. Если у вас остались вопросы или есть свои темы для нашей программы, пишите нам на номер WhatsApp. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!